Добрый вечер всем, я Ольга Шершун, рада вас приветствовать. Сегодня у нас короткая, бодрая, энергичная тема магний. Продукт безусловно прекрасный, великолепный, нужный всем и касается практически всех современных людей. Дайте знать, пожалуйста, как вы меня слышите и будем двигаться вперед. Отлично, спасибо. Итак, магний. Магний – это очень важный и незаменимый продукт в вашем ежедневном рационе. Таблица Менделеева меняется, в ней добавляются, как мне говорят, строчки и столбики. Жизнь идет вперед, понятно, в химии все развивается и бурлит, но потребность магнии, вот она как была от создания жизни, понимаете, вот она сложилась, эта потребность, ввиду того, что пара магний и кальций была уравновешена друг с другом, так она и сохраняется. Невзирая на все перекосы в питании современного человека, магний дополнить нужно. Магний является кофактором очень многих ферментативных реакций. Практически ни одна реакция в организме человека не проходит без магния. И когда мы говорим о том, что камни в почках, повышенная нервозность, тервозность, гипертоническая болезнь и такие прочие неприятности с человеком приключаются именно потому, что изначально ему не хватает магния в рационе, давайте не будем забывать, что есть вещи гораздо более такие сиюминутные. Вот ситуации, когда мы каждую секунду в своей жизни вырабатываем белок, когда митохондрия вырабатывает и запасает энергию, когда нужно синтезировать ДНК и РНК, когда нужно делать практически все в организме для того, чтобы утилизировать или накопить энергию, чтобы жить, расти, развиваться, синтезировать белок. Это вот такие жизненно важные вещи, которые без магния не происходят. Просто не происходят. Он необходим в том числе для превращения креатина фосфата в АТФ. Что такое АТФ вы знаете. Это универсальный поставщик энергии в живых клетках. Магний необходим абсолютно на всех этапах синтеза белка. Он является жизненно важным компонентом и по этой простой причине. Я хочу вам сказать, что любой вид белка, который синтезируется в нашем организме для мышц, для кожи, для эритроцитов, для восстановления сердечной мышцы, сосудов, печеночных клеток, клеток иммунитета. Это обязательный компонент, без которого, так же как и без аминокислот, белок не созиждется. И вот обратите внимание, на каждом этапе синтеза белка, репликация, транскрипция, митохондрии должны давать энергию накапливать, соответственно. Выработка АТФ. Аминокислоты должны синтезироваться друг в друга, сформироваться, если это возможно. Ну, не все аминокислоты так могут, но многие должны это делать. Кто это будет делать? Ферменты. Ферментам что нужно? В том числе магний. Для выработки фермента, для его активного состояния требуется магний. Для выработки белка требуется магний, то есть вообще повсеместно, на каждом этапе жизни, можно сказать так. Энергия, ферменты, аминокислоты, еще раз энергия, еще раз ферменты, повсеместно требуются магний. Магний. Хочу сказать, что и белок, безусловно, тоже. Мы тоже должны его получать с пищей. Аминокислоты обязательно незаменимые, а также все остальные. Но! 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 Причины магниевого дефицита кроются в изменении и технологии сельского хозяйства, и состава продуктов питания, а также образа жизни человека. Применяются минеральные удобрения в современных агротехнологиях массово и давно. Но перекос в минеральном составе, он достаточно тяжелый. И вот как раз магний вводить в подпитку растений совершенно не обязательно. Как бы на урожай прямо не влияет, поэтому этого не делают. И вот написано о продуктах, содержащих магний, можно смело сказать, что на сегодняшний день ситуация может выглядеть даже несколько более драматично. Мы говорим, что, ну, например, там морепродукты, видеустриц, да, мы не едим каждый день. А хлеб наш насущный, к сожалению, может магния в должной мере не содержать. И если мы говорим о том, что вот молоко, оно богато магнием, то давайте не забывать, что оно еще больше богато кальцием. И магний требуется добавлять в чистом виде, со стороны дополнительно. Магний нужен для усвоения витаминов и минералов. Магний очень важен для укрепления костей и для передачи нервных импульсов, для торможения. То есть возбуждение, когда вот человек разошелся, вот видите, дерущийся коток, да, вот этот боец для того, чтобы вот войти такое возбужденное состояние, допустим, потратил некоторое число гормонов стресса. Но чтобы затормозить нервную систему, расслабиться, успокоиться, расслабленно заснуть, ему требуется и энергия, и магний. И магний. Также и люди. И энергия, и магний. Потребность магний увеличивается, если мы потеем, если мы злоупотребляем слабительными мемочегонными. Тем более, если алкоголь уносит магний организма. Если психические и физические нагрузки имеют место быть, стрессы. Это проблема каждого современного человека. У спортсменов. Ну, конечно, хорошо, что у них физическая нагрузка, которая влечет очень большое потребление магния, также антиоксидантов, и белка. Давайте за них порадуемся, за этих спортсменов. Но просто, что им надо и кушать богатую пищу в большем количестве. Богатую в том числе и магнием. Такая потребность магния увеличивается. Но кто реально ее покрывает за счет добавок? На самом деле, не так много народа. Есть люди, которым врач выписал таблетки магния с витамином В6 для растворения камней и песка в почках, и они едят каким-то курсом, а потом забывают. Но дефицит магния это ситуация ежедневная для большинства современных людей. И проявляется он по-разному. Бессонница, хроническая усталость. Кому это не знакомо? Кто не видит из вас запредельно высокого потребления энергайзеров? Напитков, которые вроде как несут бодрость и энергию. На самом деле они подрывают здоровье человека и истощают нервную систему. Остеопороз, артрит, фибромиология, то есть боли в мышцах и спине, люди жалуются на остеохондроз. И бегут в аптеку за лекарствами от спины, от головы, от боли, от воспаления. О том, что потребление такого рода лекарств возрастает. Вы, наверное, слышите или видите сами. Хочу сказать, что это безобразие полное, но тем не менее тенденция формируется. Вот такая. Гасить пищевые потребности аптечными препаратами, которые в корне проблемы не решают, они маскируют и более того формируют следующие проблемы. Это страшно. Прямо говоря. Аритмия, запоры, мышечные судороги, спазмы, мигрени, раздражительность. Так называемый предминструальный синдром, которого в норме здорового женщины не должно быть. Но не нужно женщина превращаться то в тигра, то в кроткую овечку. Если все это на колебании гормонов, это очень неправильно, потому что это не гормоны. Колеблись вызывают такие проблемы, а неудовлетворенный пищевой дефицит, в том числе магния не хватает, лецитина и антиоксидантов в том числе. Раньше на рынке ЕС магний назывался фибралгия. Состав, заметьте, то же самое. Магний, молиат, то есть яблочная соль магния и сама яблочная кислота. То есть назывался фибралгия. Фибралгия – это боль в мышцах, когда болят мышцы, и мы думаем, что это остеохондроз. На самом деле не остеохондроз, а дефицит магния. Возможно, что и хондроидина, и кальция, и витамины, и антиоксидантов, и лецитина, и омеги-3, и всего того, что нужно просто для жизни. Но дефицит магния выпирает в полный рост у современных людей. Особенно, когда вот из просто, в кавычках, просто боли в спине, он детонирует и таким взрывом, понимаете, оглушает нас, когда мы узнаем, что вот гипертония, вот камень в почке. Откуда что взялось, все было хорошо. Ну, пили с утра кофе, ну, пили таблетки от спины, ну, мазались гелями обезболивающими, ну, и же рекламируют, все же так делают. То есть на самом деле Natural Sunshine сейчас приименовала фибралгию просто в магний, но название само говорит за себя. Почему? Почему магний решает эту проблему? Потому что проблема формируется при дефиците, в том числе магния. Магний обязательно помогает поддерживать опорно-двигательную, сердечно-сосудистую нервную системы. Очень важно для здоровья мышц, очень важно. Когда мы говорим, что ногу хватает судорогой, это не только проблема кальция, это еще может проблема в недостатке магния быть. Фибромиалгия или миофасциальный синдром обычно возникает когда? Бытовая травма, какие-то движения, которые монотонно повторяются. Допустим, вы на рабочем месте сидите за компьютером, у вас очень неудобно с точки зрения спины и мышцы, позвонок, это не физиологичное положение. Оно неудобно. И вот эта сидящая работа за компьютером, за рулем автомобиля, она не благоприятствует здоровью позвоночника. Хребет должен растягиваться, мы должны двигаться, хотя бы ходить, ходить. Растягивать позвоночник, потому что таким образом он питается. И кормить мышцы. И белком, и магнием, и хондроидином, глюкозамином, и витаминами, и лецитинами, и омегой. И всем, что входит в понятие обязательный рацион для современного человека. Миофасциальный синдром – это болезненный спазм мышц, который, конечно же, проходит, когда мы едим аптечные препараты. Но они не гасят потребность магния. И они, к сожалению, очень агрессивны по отношению к нашему здоровью. Итак, магний компании NSP – это яблочная кислота, которая натуральная, из фруктовой овощей. Она играет очень важную роль в выработке энергии клетками. Я прекрасно понимаю вас, спрашиваете, какие компоненты NSP положила там в какую-то косметику или в добавки. Я хочу обратить ваше внимание на то, что на примере ванилина. Он есть натуральный, а есть синтетический. Пахнет примерно одинаково. Но получается, что по сути химический образом полученный элемент или натуральный имеет разный смысл, разную применимость в нашем теле. Так же, как и витамины, натуральные или синтетические. Особенно на примере витамина С вы видите эту разницу. На примере того же лаурил, лаурил сульфата из лаврового листа или из химзавода. Разница есть. Компания NSP, естественно, берет только натуральные компоненты. И даже косметика натуральна по максимуму, насколько она вообще может быть натуральна. Но вернемся к добавкам. Натуральная необычная кислота играет принципиально важную роль в выработке энергии клетками. Цикл трикарбоновой кислоты и глиоксилатный цикл. Кто из вас любил биохимию? В школе, в институте. Пожалуйста, вспомните ваш любимый предмет. Вот такие ключевые точки к точке пересечения различных видов метабзма. Малат – обязательный промежуточный продукт цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного цикла. Именно малат – это субстраты для того, чтобы вообще эти процессы происходили. Обратите внимание, глиоксилатный цикл рассматривают как видоизмененный цикл трикарбоновых кислот. То есть вот заходят жиры, выходят белки с аминокислотами или углеводы. Ну понятно, что щавелевый уксус, натоиза лимонная, и цисоконитовая, и лимонная, и все это очень важно. Но вот яблочная кислота, она вот в центре. Понимаете, без нее, без нее вот не будет ее и ничего не будет. И не произойдет этот процесс. Понятно, что я утрирую. Понятно, что не бывает такого, чтобы вообще эти процессы не происходили, значит жизнь заканчивается. Но если ее достаточно, и тут синтезируется все, что вам нужно, и организм не выбирает или это, или это, если нужно и то, и другое. Сырья хватает для всего, субстратов хватает. И это есть разница в уровне жизни, а не здоровье. Когда у организма всего достаточно для самовосстановления, саморегуляции и, собственно говоря, для обеспечения всех жизненно важных процессов. Цикл трикарбоновых кислот или цикл Крепса – центральная часть общего пути катаболизма. Он еще называется циклом лимонной кислоты. Ну вот МАЛАТ, вот его роль. Почему МАГНИЯ МАЛАТ? Потому что вот, вот. И фибралгия играет очень важную роль в этом процессе. Очень важно. Так же, как и лимонной кислоты. Итак, цикл трикарбоновых кислот еще называется этап дыхания клеток всего тела. То есть клеточное дыхание. Почему? Потому что это центр пересечения множества метаболических путей в организме. Это энергия, это жизнь. Ну практически это и есть дыхание клеток. И яблочная кислота плюс МАГНИЯ – это потрясающе полезное и одновременно натуральное сочетание. Цикл трикарбоновых кислот, ему отводится и энергетическая роль, и пластическая функция. То есть выработка молекул предшественников, которые во все биохимические реакции потом пойдут и там будут задействованы. Аминокислоты, углеводы, жирная кислота, то есть весь метаболизм вот здесь. И вот он на яблочной кислоте и на магний. Ну конечно с чем-то надо сравнивать. Магниосульфат. Кто, особенно из медработников, не знает, что молодежь в медицине, молодые медсестры магниосульфат открывают и в свободное надежное время пьют. По крайней мере так было. Пьют, зачем вроде как худеть. На самом деле это сильно ослабительное, желчегонное. Насчет того, чтобы жир растворился, так вряд ли. Но живот резко опадает, потому что хорошая прочистка. Ну я немного дюну, но хочу сказать, что если его выпить, то обеспечено и желчегонное ослабительное действие. За счет сульфата, сульфат магния. Но если ввести инъекции, то за счет магния расслабляются сосуды. Поэтому при высоком артериальном давлении раньше магнезию вводили инъекционно. Плюс к тому же она расслабляет вот эти вот сфинктеры и помогает еще желчи хорошо прогнать. Я не призываю вас это делать с помощью сульфата магния. Это вещь жестокая, честно говоря. Она очень горькая, очень неприятная. Вот. И вы, наверное, помните студенческие забавы на спор, что что-то проспорить и на спор выпить сульфат магния. То есть пытка сульфата магния довольно не смертельна, но неприятна. Но хочу вам сказать, что вот из этого блока информации можете почерпнуть, что магний расслабляет спазмы, во-первых. И он важен для того, чтобы нигде в теле не было вот этих спазмов. Ни в сердце, ни в сосудах, ни в желчеводящих путях, ни в почках. А если в почках вы уже размываете песчинки и пытаетесь предупредить камнепад, то можете быть уверены, что мочеводящие пути тоже не будут спазмироваться. Магния нервная система – это очень важная часть информации, потому что, естественно, успокоительный такой продукт для организма, который отвечает за торможение нервных химфов. Он очень важен. И женщинам, и мужчинам, практически всем. При дефиците магния человек испытывает тягу к вредным веществам – наркотикам, табаку, алкоголю. Это давно установленный факт о том, что если в пище чего-то не хватает, то возникает вот такая вот приверженность каким-то неправильным вещам. И даже перебор с сахарами повышает риск попасть в алкогольную или наркотическую или никотиновую зависимость. Тем более дефицит магния. Магния нужен для расслабления и спокойствия. За тот же котел должна попасть энергия. Она нужна для спокойствия тоже. Поэтому продукт магний на рынке ЕС, на рынке СНГ, которые еще более богат, нужны обязательно. Профилактика мочекаменной болезни. Вообще касается всех современных людей, особенно если у вас какая-то неправильная в этом плане наследность, если ваши родственники, особенно близкие, страдали от мочекаменной болезни. Сколько нужно магния? Беременным и кормящим 450, женщинам 300, мужчинам 350. В среднем берем 300-400. Отравиться магнием вы принципиально можете, просто не можете. То есть женщинам 300, мужчинам 400 миллиграмм. Если вы просто передозируете, он уйдет. Он просто из организма уйдет. Это не инъекционная форма введения. Он не агрессивный. Он очень мягкий, деликатный. И если вы выпьете хотя бы достаточное количество магния в течение 3-5 дней, недели, вы увидите разницу между до и во время. И в состоянии нервной системы. То есть энергии достаточно, при этом вы спокойно, расслаблены, умиротворены, у вас хороший сон. Опять же, когда вопрос задается таким образом, как снизить дозу фармпрепарата при гипертонической болезни? Ну, попробуйте магний, лицетин, боярышники и все остальное. Что к этому предлагается? Не надо рубить шашкой и сразу резко снижать дозы препаратов, если они сохраняют жизнь, спасают жизнь, чтобы не было кризов. Но постепенно понаблюдать за организмом, конечно, можно. Выяснить, как изменилась потребность в фармпрепаратах. Важно. Итак, магний плюс яблочная кислота. Это достаточное снабжение организма энергии. Спокойствие и умиротворение. Отсутствие тяги к нездоровым психостимуляторам, курению, алкоголю и так далее. Здоровый сон, активное, спокойное бодрствование. Крепкие кости, сильные мышцы. Отсутствие камней в почках, нормальное артериальное давление. А также саморегуляция всех систем и органов, потому что эти компоненты помогают, помогают сделать возможными и достаточными все элементативные реакции. На сегодняшний день этикетка магния на рынке Евросоюза выглядит вот так. Магния 80, яблочной кислоты 350. То есть, чтобы мужчине, допустим, получить 400 мг магния только из добавок, требуется 5 капсул. Женщине, чтобы получить 300, нужно сколько? Ну, где-то... Где-то вот посчитайте, да? То есть, получается, от 3 капсул в день – это нормальная порция. Значит, мужчине нужно где-то 5 капсул в день. Но предполагается, что какая-то часть магния с едой все-таки поступает. Поэтому хотя бы 2-3 капсулы и мужчинам, и женщинам. Если вы вообще что-то кушаете в течение дня, то магний там есть. В каких-то микроколичествах он там все-таки должен быть. Поэтому, если вы каждый день кушаете хотя бы 2 или 3 капсулы магния, можете считать, что этого достаточно. Этого достаточно. Но это нужно делать особенно, если есть какая-то предрасположенность к чему-то нехорошему, то ли к гипертонии, то ли к спазмам, то ли к мочекаменной болезни, практически всегда. Или просто для здоровья. Чем отличается магний и хилат на рынке СНГ, вы наверняка знаете. Есть некоторые отличия в составе. Здесь он более богат. Здесь он более богат. Но главный вопрос в чем? Вводите магний в организм такой, который вам доступен. Это будет самое правильное решение. Добавьте его к ежедневному рациону, и вы не ошибетесь. Прочувствуйте разницу и расскажите всем, кого вы цените и любите. Итак, у меня на сегодня всё. Вот таким...